Доброе утро, страна! Мы вновь в лесах Северо-Западного фронта, Рамушевский коридор. Закончились январские праздники, конец января. И я вот выехал в лес, решил с ночевками как минимум на недельку побыть в лесу. Погоду обещают неважную. Итак, морозы. Ну и впереди ждут еще днем минус 20, минус 25, ночами до минус 30. Специально так подгадал, чтобы в морозы поехать с ночевкой, испытать палатку. Как в ней ночуется, живется несколько суток на сильных морозах. Проверим. Вкратце потом расскажу. Вчера вот приехал, разбили лагерь, сходил на танковый подрыв. Там самого танка-то, конечно, нету, все забрано было давным-давно в советские времена. Но сигналы идут из ямы, вокруг ямы, там кое-какие железки попались. Откачал, сейчас вот позавтракаем с таюхой и пойдем опять повторно буду откачивать, осушить ее до конца и посмотреть, что там да как да вокруг похожу. По верхам с разведочкой, посмотрю блиндажи, попробую копать, как это будет проходить в морозы. Вся эта работа блиндажная, посмотрим. Потому что раньше тоже пытались копать и в минус 15, но это жестковато было. Конечно, все замерзает, руки мерзнут, держать лопату, это, да, трудно было. Ну-ка, ну-ка, как всегда, как всегда, без мундштука, но зато, да, мундштука он обломан. Не пойму, я не я, вроде, вроде не я. Обломал, но сама трубка в прекрасном состоянии. О, какая шикарная, конечно. Да не, не я, на самом стыке успокоил себя. Ой, тут даже нагар от табака остался, табак горелый. Но она в шикарном сохране. Ну-ка, ребята. Зацените. Она шикарная, да, трубка. Тут так идеально отработана она, срезана. Вот я лопаткой задел. Что, она среди веток там лежала. Ну, вот он сломан здесь на стыке. Мундштук сломанный. Так, ну, я вижу, что тут и чекуха. Не знаю. Но она прекрасно видна, надо. Я тут плохо вижу, в принципе. Может, там через камеру вам виднее будет. Привет, друзья. Хочу вам представить компанию E-Strandit. Здесь можно не просто купить авто из Японии, Китая и Кореи, но и сэкономить до 30% с быстрой доставкой до 20 дней. Если вы не хотите ждать, то можете посмотреть список авто в наличии. Например, вы можете купить Toyota Corolla Tauring по цене 1 миллион 390 тысяч рублей. Вместо рыночной цены 1 миллион 690 тысяч рублей. Планируете покупку автомобиля? Тогда переходите на сайт по ссылке в описании. Оставляйте заявку и получите расчет стоимости вашего автомобиля. Больше эксклюзивных предложений и акций в их телеграм-канале. Кучка прирастает всякой мелочевкой. Пошел ко входу. Продвигаться. На входе, видимо, была дверь сделана вот из таких досок от ящиков под спиртное. Три звезды. Что-то там такое. Коньяк, может быть, какой. Пару досок таких вытащил. Были ломанные еще тоже. Очень похоже, что вот создали они себе такую обстановочку, как будто в кабаке. Такое ощущение, что внутренняя сторона двери блиндажа была вот так вот надписями вовнутрь обшита. Консервы идут, патроны. Ничего особенного. На полу в более-менее сохране гнутая переноска под немецкие гранаты М39. Они же яйца. М39. подсгнила она так себе. Слабая совсем. Ячейки прогнили. Все равно тут тоже так себе. Сохрана нету. Ээээээ. Ужалко! 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 «П fins Map», «Псюблллллллллллллллллллллс» Намыл переноску Надписи есть Жаль подуставший А так прекрасный сохран Потом покажу Следующая находка На полу показался немецкий шлем Летний окрас Почистил Рядышком с ним веник блиндажный Кверху юбкой Так что есть шанс Что он Может быть Имеется охранчик приятный Сейчас посмотрим Непонятная Смесь почвы Тут по крайней мере Юбочка черненькая А там дальше все зеленое В краске даже Ни накипи Нету ничего Ни ржавчины Давайте посмотрим Непонятная Все это С листвой С глиной Опа Швеннулся На первый взгляд Вне чешечный Ну-ка, ну-ка Ну-ка Или царапины, или трещины Царапины Наверное Тут накид внутри Такое там Вот дека Была Ушла Ну а так Сколько? 95% краски на нем Нормально Нормально Находка М40 Вот так Так вот Подсумок Посмотрим Вроде пустой Тут у нас Вроде алюминиевое Да, колечко Да Штемпель есть Посмотрим 38-й год Так, куда-то упал уже А, вот она Что у нас тут Гамбург 1938-й год Продвигаем Так, ремешок Подгнил что ли Так, да Козырек вот Ушел тоже Ну все нормально Да Весь в краске Как положено А козырек Вот он Ушел И здесь Маленько Сожрал уютки Под шлема Не наблюдаю А не Вон Что-то есть Тут прожина Да, подшлемник есть Но Обруч сорвало С формиров Со временем Все, помыл М40 Тоже краски много на нем Декаль Отпечаток от нее остался Внутри в краске Обруч металлический был Сгнил Сгнил 64 размер Такой Жалко Жалко Все Обвал И этой части Блиндажа Не успел даже В этой части Последние Жерди С пола Поднять Поднять Посмотреть Все рухнуло И на тебе Смотрите Получается Где-то тут В бруссере Немецкий шлем Лежал Четвертый В этом Блиндаже Тоже Сыроковка Была По моим Посмотрим Может быть и будет Что Дельное С него Подшлемник был Сгнил Вон тут Остатки Обруча Сюрпризы В этом Блине Один за одним Так Ну вот Такой Вот Подарок Напоследок Вроде бы Хрен знает Рано еще Что-либо Говорить Да М40 Такой вот Шлем Все Идем Намывать Все Складываем В кучу Делаем Обзор Вот Такая Кучка Набралась У меня Всякого Барахлишка С этого Блиндажа Так 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 Ну чего С мелочевочки Пока Да Патроны 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 Резаная Отрезаная Голенище От немецкого Сапога Было Кожаная Патроны Как Немецкие Винтовочные Пулеметные Также Мосинские Патроны МПшные Патроны Так Биметал Бильзач Флаг Консервы Как алюминиевые Так и Из-под Тушенки Были Тоже Крышечки Допнички Алюминиевые 40-й год Частично Бумага Хлорницы Три штуки Было их Так 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 Щеточки Одежные Обувные Попались Кожина Такая У меня Выскочила Подписная Подписная Тут вот Наверху Цифра 7 Да Точка И Надпись Камп Наверное Так Кусок кожины Это Это У нас Деталь От Y Портупеи Кожаная На спине Размещалась Тоже Со штемпелем 1941 41-й год Сайдокс Цампаста Так Ластик Стирка Так называемая Карандаш На бумаге Подтирать Это Это Вроде бы Деталь Кажется От Сухарки Две Зубные Щетки Одна Без Щетины Вторая С Щетинкой Шикардос Так Здесь Тоже Солид Докс Также Еще Тюбик Сюда Его Так Ломаный Масляный Нож Все Что Нам Осталось От него Не ржавейка Все Как обычно Так Навершие Да Так Без мундштука Трубка курительная В сохране Тут Видно 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 Штемпель Тоже Этот Брайер Кажется Да Известная Фирма Ну Свет Упадет Не Упадет Так Кружка Кружка Алюминиевая На флягу Ну Тут Немного Краска Вот Она Пошла Такая Спучная И чекуху Я не могу Разглядеть Не течет Крепкая Хорошая Так Вот Подпись На донышке У него Шикарная Круженция Текс Так 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 Что еще Хлорница Еще тут Зубная Паста До кучи Что еще Дальше Идет Это была Переноска Под Немецкие Гранаты М39 Они же Яйца Но к сожалению Она Вся вроде И в краске И приятная Такая Прям Прям Красота Да В надписях Все как Положено Шикарные Надписи Ну вот Сохран Подвел Казалось бы Вот она Вот она Все Комплект У нее Ну Слабовато Она оказалась Так Дальше Дальше Вот ремешок Не знаю От чего Тут на кончике Десятка Чекуха И здесь Тоже Чекушечка Стоит У него Да Сороковой Год Клеймо Производитель Все нормально Так По поводу Этих Табличек Тоже Вот На входе Где дверь Была В блиндаж Это скорее Все Вот Я уже Потом Доперло Что они Вот кучкой Как-то Лежали Это была Дверь У них Сколочена Так Получается Что Надписями Вовнутрь Блиндажа Да Это вот У меня Одна Вторая Там Третья Еще Штуки Тоже Три Четыре Где-то Я выкинул Они Полу Гнилые Поломанные И Получается Если Набрать Так То Получится Целая дверь В блиндаж Прикольно Так Да Какой Домашний Кабачок Пытались Сделать В своем Блиндаже Побухивали Конечно Не Без Этого Дальше 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 Это Что У нас Также В блиндаже Был Советский Шлем Такое Состояние Как И у Немцев Он Даже Похуже В краске К сожалению Так На входе Вместо Коврика На входе В блиндаж Уже В самом Блиндаже Одна Половинка Советского Ящика Под снаряды 45 Миллиметровые Пушки Был В сохране Тоже Так Это От Немецких Шлемов Под шлем Один Коричневый Другой Черный Это Ремешок Подбородочник К одному Из шлемов Дальше Тут Фурнитура Металлическая Разная На подвесы Обвес Немцев Пуговки Свечка Блиндажная Так По шлему Один шлем Так Начнем Вот с этого Да Первый Немец Выскочил М40 Такой Более-менее Такой Нормальный Первый Был Дека Ушла Один Отпечаток Остался Потом Вылез Второй Косон Тоже Дека Ушла У него Уже Похуже Козырек Отошел Здесь Юбочку Подсажало С краю Там Пара Тройка Мелких Отверстий Уже Есть На нем Веник Лежал Всякие Опилки Стружка Была Там Непонятная Блиндажная Внутри Пострадала Потом Рядом Был Газбак Остаток От него Лежал И рядом Был Третий Шлем Раздавленный Часть Деки Перышки Остались От деки Перчатка Раздавленный Был В нем Типа Помойки Было Опилки Стружки Там Вообще Хлам Был Так Ну и Четвертый Немецкий Шлем Это Уже В самом Конце Я У последней Стены Она Рухнула Не успел Я там Несколько Жердин Убрать Стена Рухнула И С брусера Вывалился Четвертый Шлем М40 Тоже Был Подшлемник Но Ушел Часть Деки Там Просматривается Тоже Такое На троечку Состояние Кассона Так что Такой Блиндаж Ну Передовой Был Набитый Немецкими Шлемами Так И дальше У нас Подсумок Немецкий Тоже В прекрасном Состоянии Все хорошо Так И Штемпель Тамбург Что там Тоже Какой Вот 38 Да Ну А вместо Печки Был Ящик Вот Из-под Колотух Так Называем Сделан Так вот Немчики Обогревались Такой Вот Обзор Еще Один Приятный Блиндаж Был Всегда Приятно Копать Блиндажи Когда В них Что-то Да Есть Вот Так Блядь Спирал Ну Твой край Вытащил Как Твой край Раз Что-то Один с немножко намыли да да вот она какой-то zip 21 сантиметр да вот идет к этой гаубицы к мортире сложно намыть она грязь примерзла к железу минусовая температура тепла бы немножко отмыли бы стало бы понятно что тут у нас написано расчистили ящик флаковский достаем не не с крышкой же или арлеконский ящик так так что это ты резво заметили ну такой сопливенький ящик запустой пустой грунт он подраздавила бочину тоже был открыт ящик флаковый замызлали на солнышку как раз ящик флаковый ящик залив это Ящик металлический, длину больше метра. На боковых стенках крючки кожаные, не бери не надо, порвутся. Давай я сейчас буду помогать. Сейчас. Поехали. 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 Похожу длину. Что это у нас получается. Переводится. Помнишь? Вспомогательная коробка. Да, там сокращение для чего-то там. Похоже, от техники грузовой. Для грузовой техники, да. Ну, в нём были всякие пальцы, да, так назовём. Всякая. Ерунда, короче, была немножечко. Ну, единственное, что ещё вот попалось нам из опасного, это вот на мыле, это коробочка капсуля детонаторы к колотухам. К колотушкам, к яйцам, так называемым. Уже примерзла, сейчас оттает крышечка, посмотрим. Не открывалась ещё она. Там где-то они должны быть. К немецким гранатам. Оттаивает тут потихонечку. Чайку попьём. Так, вскрытие. Производим коробочки. Наверное, спереди там уже, да. Да. Ага, вот она такая. Высота? Да. Так, сколько их должно быть? Вроде 15 штук должно быть. Можно я подержу? Покажу. Всё, вообще от войлок есть. Угу. Ваву впитывает. Где на крышечке? Попробуешь достать? Одну хотя бы. Давай, подержи. Ой, ой, как они вылазят. Чистенькие. Буковка Р, да? Да, на одних Р, на некоторых, по-моему, буквы есть. Ну, есть, да. Там разные буквы. Сейчас, по-моему, с Р. Капсуль-детонатор для колотухи, для яиц, да? Просто брусок высверленный, вообще. Угу. Это вот, было также в этом ящике. Железном. Металлическом. Всё, покушали. И пойдём сейчас потихонечку в тот ящик. Укапывать. Будем смотреть. Помыли лебёдку ручную. Всё в прекрасном сохране. Ну, что сказать. Обязательно будет использоваться нами в лесу, в скором будущем. Эта лебёдочка нам как-никак пригодится. Так, одни из первых находок, это вот гигантские такие полуоси. Так я их обзываю. Возможно, это какие-то, не знаю, Дэн предполагает, с помощью этих тяжестей забивали. Например, вот те дальние колышки возле кислородных баллонов стоят. Так, под конец блиндажа два матка колючей проволоки был. В сохране, в глине, пока не отмывали. Потом Денисич гарантирует помывку перхером, да? Да. Пробуем. Посмотрим. Что у нас? Ящики. Один вот этот вот тоже артиллерия, ящичек был деревянный. Вот так и не открыли, там, наверное, грязь внутри. Так, щелочка была, смотрели. Вроде грязь. Пару кранов было у нас. Ой, парочку. Вот один был кран. А это тоже идёт к сантехнике латунные. Ну, это, скорее всего, из-под патронов ящичек, возможно. Наверное, ранние шурупы тоже вон все латунные. Вот тут у нас. Так, это мы с тобой, да, опознали тогда от авиабомбы советской. Такой вот детонатор, да, так скажем. Воспламенитель трубки, да. Нету только этого. Кручатки. Да, крючатки нет. Ну, это вот любят показывать, да? Это вот у нас. Зато в сохране. Не какой-то там ржавый, да? Зато в сохране, да. Ну, это капсуля к латухам. Тут ящик у нас. Тоже какой-то цифровый. Так, дальше, дальше, дальше. Вот, вот, вот. Дальше у нас обрезок. Обрезок флака 88-го, скорее всего. Дальше. Кокор. Люлька под снаряд. 210 миллиметров немецкий. Там три ручки в него вставлялось. Только три. Четвертую и так и не нашли. Идет шансовый инструмент. Сохранник ирочки. Потом монтировочка, да? Лопата совковая. Интересная. Сохранник. Крышка на печь. Дверца на печку. Так, здесь у нас... Здесь у нас это таль. Ручная лебедка. Посмотрел. Да. Хедеф, да? Ага. Фирма. До сих пор существует немецкая фирма. Производит лебедки. Как цепные, ручные. Там всякие разные электрические. Фирма существует с 1904 года она. Ага. Ну, такой я не нашел. Уже, наверное, все новое. Все не делать. Да. Будем использовать ее. Так, дальше упор под колеса. Так это предварительно мы так... Противооткат. Да, противооткат. Это ящик металлический. Тоже зиповский, да? Угу. Дальше у нас детали. Возможно, ну да, к технике, к этой, к пушке, к этой, к мортире. Различные детали идут. Вот это на лафете есть. Вот это, да, на лафете видели вот эту деталь. Так, что мы еще видим? Вот это вот, кажется, тоже есть где-то у ствола. Очень большой такой рычаг. Возможно, это просто похожая что-то деталь. Ну, эти пыльцы там есть. На хвостках тоже будет похожая. Видел падать, да? Как раз рядом с этой, там эти пыльцы, где присыпаются, там есть она. Угу, угу. Тут это в бакелитовой оправе ручка, видимо, какая-то. Она обломана, наверное, здесь вот. Так, это вот, смотри, тут сейчас чистил. Рычаг. Да, рычаг с шильдами. Лос. А, это надо переводить, наверное, вперед-назад. Что-то, что-то, да. Наверное, твоя штука что-нибудь. Возможно, что и похоже к лебедочке что-нибудь. Так, дальше это вот кислородные баллоны, два штуки таких было. Колья. Здесь детали. Тут жесткая тяга такая. Метра полтора длиной, мощная. Пальцы к ней подходят. Да, там крючок этот, экстрактор. И гигантская цепь с крюками. Мощная. Все новое. На шею примерить, да? Да. Попробуй закинь. Дурочка такую. Так, что у нас? Еще у нас здесь два ломика в хозяйство пригодятся. Тоже немецкие. Тут у нас, мы предполагаем, это вот уцелевшая одна. Это, так скажем, маячки, вешки, да, какие-то, да. Ограждали территорию. Видимо, предположительно. Вокруг мортиры. Возможно, не знаю, там, например, снабильные выстрелы, где средства лаги. Да, вот такие вот поломанные шесты были вот в длине от них. Вот четыре штуки их было найдено. Так. Тут у нас ящик тоже с мелочью. Эрликон или флаки, хрен знает. Это слегка пострадавший. Ну и тот самый ящик, зип или что. Тут надо уже как-то смотреть, что тут написано. Подержу подольше, чтобы было. Возможно, кто-то что-то поможет с этим ящиком нам опознать. И что написано на нем. Ну, точно для этой мортиры. 21 сантиметр. Ка-38. Ка-38, как нам удалось выяснить, тоже была пушка такая у немцев. Да, просто ранний вариант. Ранний и в небольшом количестве. В очень маленьком количестве была выпущена. Но многие детали от нее, она практически была похожа на Мерзеру-18. И поэтому, видимо, зип от Ка-38 подходил к Мерзеру-18. Ну, это вот то, что было в этом ящике. Это все детали. Так мы здесь это вот... Там уже не было? Да, уже замерзло все. И где-то там у нас этот ключ большой с чекухой. Вот это вот ролики какие-то тоже. Гигантские подшипники, так скажем. Лимон. Мы тоже спорить с вами. Где-то либо на той стороне, либо на ней. А, нет, вот на этой вижу возле этой чекухи. Сейчас, секундочку. Есть такая говоненькая курочка-то тут. Ну, нехорошая, там четкая такая. Да, вот она есть. В верхнем углу, в конце аббревиатура этой. Вот такой коп у нас был. Необычный. Да. Ни касок немецких, ни фляжек, ни котелков, ни ложек. Ни пылок не было. Да. Ни одного пулемета МГ не было. Но зато вот такие вот находки были. Довольно-таки нечастые, да, скажем. Закончили мы за несколько дней. Взбодрили, взяли этот блиндаж. Расширяюсь понемногу. Сделал отстойничек. Осушаю блиндаж. Иду к находочке. Продолжаю так по мелочи. Банка консервная 40-го года. Алюминиевые патроны. Кожинка резаная. Ножницы. С охраны достал. На дне лежали. Уже разработал. Доски идут. Тут нары. Тут вот уже ящик из-под патронов немецкий, деревянный показался. Деревяхи какие-то идут. Это ручка от штыка немецкого. Под полом. Накладки бакелитовые без ножен. Ну, я думаю, сохраняем. Это блиндажная накипь. Она счищается. И под ней будет металл. Должен быть отличный металл. накладки я смотрю черные что ли. Не пойму пока. Чекардос. Под нарами патроны немецкие идут. Такой вот сохран. Намыл немного это дерево все накопанное. Это вот крышки от других ящиков под патроны. Пару крышек нашел перчатка вязаная немецкая. Но ящик сам корпус более-менее крепкий. А крышка вот она сгнила. Развалилась на части. Но с надписями вот детальки остались. Баек какой-то орудийный. Деталь от байка скорее всего на полу валялся. Покажу. Ну вот такой штык получился механическим путем. Очистил от накипи за час буквально. Поскреб очистил и потом хб перчаткой простой шлифанул слегка. Он в воронении с охран прекрасный. Да, это не европейский склад, да? Но зато штык боевой фронтовой из блиндажа с передовой рамушевского коридора. Колючая проволока вон буквально в 40 метрах от блиндажа. Пролежал в блиндаже 43 года 78 лет. Весь на клеймах, все прекрасно видно, читаемо. Шикарный сохран. Одного болтика нету, изначально не было. Чистил, обнаружил. Серийный номер, клеймышка под ним маленькая, видно. Год 40 боковой клеймышка производителя. Чекухи приемки первая вот здесь курочка стоит и две штуки. они здесь. Кнопку разработал. Отличный сохран. Хороший штык. это котелок, это котелок, ребята, да, это котелок. Я думал, кружка манеры, но он как он целый, не целый, всегда переживаешь за эти вещи. так, всегда переживаешь. Сейчас крышку от котелка откопал здесь на полу, так она вся изувечина, замята, продырявлена, без ручки. Вот что с котелком, ой-ой, какой он приятный пока на вид. Он в блине затянут весь. на ступеньках лежит на входе в блиндаш. Котелочек этот слегка замят. котелок закопченный. Пока вроде как целый. Надеюсь, вещей не будет. Сейчас почистим. Внутри тоже немецкий котелок. Внутри нормально все. да, не подписной подписи нету, но так целое слегка подвыпрямить целый котел с ручкой. Алюминиевая целый сохран. Красота. плюшечка такая. Что тут у нас? Эта бумага была у него. Она сразу и заработала. Хочу посмотреть. Может племо как на котелке. Нет, другое. 1939 год. неплохой сохран. У него здесь с краешку что-то нацарапано инициалы. Пометил он свою крышку. Находка. Там дальше начал перебирать и какая приятная находка. Люблю такие вещи. Они нередко попадаются. Прямо прямо прям как золото. Где ты тут? На камеру. Вот она. Смотрите это зажигалка под нарами. Она кажется целая. И все двигается. Ехоти и куку. Все шевелится. Ой. Красота. Красота. Она в полном наборе. Нет. Обманул он меня. Дна нету. Да что ты. Дна нету. Блин. У меня где-то было что-то. Сейчас. Зато вверх. Весь сохраняя рычажки все это есть. Внутри на стене их обманул меня немчиков. Теперь чего-то еще нету. Дотряс. Паха. Хрен найдешь теперь. Вот она деталька. Тут дача кухон даже есть. Вот она. Все отлично видно. Держись ты. Квельмюллер. Вот так вот. Ну да реставрирует надо что-то делать. С не надо. Ролик потерян конечно. Но так детальки то они все на месте. И надо лечить. Делать. Это ребята но почему-то без линз. Это мотоциклетные очки в сложенном состоянии. В сохране. Обалдеть. класс. Вещь. Они бывают и из кожзама сделан хрупкий материал. А это вот кожаная. Прикольно. обалдеть. целая пилотка вермахта целая не целая тут дырка где-то на маковке давайте сделаем обзорчик наших на кодек так что начнем отсюда пока так вечером в палатке нагрел воду слегка стиранул я пилотку так просто отмочил до от глины глину всю стер пилоточка у нас такая находка здесь вот белый шовчик был тут треугольничек отпечаток от него сгнил ну а тут отпечаток от крыльев орелика вот полевая пехотная пилотка вермахта м-35 так доска от пойла лопатка складная немецкая черенок в отличном состоянии но железо к сожалению подушло и здесь вот я так понимаю инициалы просто начерикал для себя немец подписал он ее лопатку свою крышка от ящика сам ящик это у нас перчатка это литература была солнце это один тапочек нашел деревянный самодельное окопное творчество так называемое прогуливались они по блиндажу дальше так это у нас крышка тоже от ящика немецкого затвор карабина 98 вот кожина на полу была начале вот эту нашел ну а потом рядышком вот эта широкая кожина с чайкухой с такой что там у нас наверно так наверно да штемпель такой стоит лев там наверно в стойке до до тигра или лев вот что за подвес такой получается что то наподобие как будто бы как для штыка но слишком большой диаметр получается здесь похоже как бы сама это вот лямочка как от чехла на лопатку но фиг знает для чего он был предназначался такой подвес надо будет уточнять блиндажная свечка так крем блин солнце что-то нам все портишь то светит и светит так очки в кожаной оправе все отлично второй зажим полы перебирал этот зажимчик такой линзы зажимать окуляры тоже нашел так что получается очки у меня комплект кожаные обычные были такие целлюлойд вроде или кожзам находил я в палатках сразу разваливались они в основном парочка была то целых найдено это вообще шикарно кожаные отлично так 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 что у нас тюбики расческу целую без клейма нашел под полами так линзы запасные на зауженные очки не знаю у меня есть там эти егерские типа алюминиевая оправа такие но они овальные а это какой-то вот такой такой вот формы они так складной ножик был тоже теряшка под полом буду реставрировать со временем есть там утраты мелочные такие так накладка на штык нож ножницы ножницы в сохране вот сейчас подстригайся тык что тут у нас так так колечко от гранаты немецкой штук у него был такой вот весь уже подсожранный штук к трубке курительный так зараза хоть бы облачко какое пришло солнце спрятала так это у нас зажигалка почти в сборе на нету с ваткой банка от доб заряда порохового май сорокового года так также было найдено это корпус от зажигалки керамической дальше зацепик алюминиевый шикарный сохран боёк как уже говорил деталь байка катушка для ниток ластик карандаш щетка одежная в сохране так гильзач флаковский три штуки было попавший так какой вот этот он у меня нет нет этот этот нет не этот а вот этот тут пытался рубить видимо но что-то ему помешало сделать dream из-за этого гильзы так бутылка с обычным стандартным клеймом глиняная бутылочка дальше это у нас ремешок с зацепом стальным на флягу какой-то еще добр ремешок и вот у меня вопрос вот по этой вот так сейчас вот по этой кожи не может кто чего подскажет там блин солнце тут наконечник вот такой кожаный для чего предназначалась такая кожина здесь вот она такая внутри как бы пластина вроде металлическая стоит вот она так идет куда он вешался к чему крепился что держал а тут вот да тут еще и дырочки наделаны как бы получается вот такая вещица может быть она порезанная фиг знает не комплект поэтому и сложно опознать не знаю надо думать гадать как бы так что у нас был топор был так котелок с крышкой по отдельности найдены блин даже разные клейма и он подписной инициалы сбоку стоят сохране пищевой сохран здесь слегка подрихтую выровняю пользовался он им так довольно-таки активно на дне нагар такой все как положено можно пользоваться все чистенько аккуратненько так гвоздь программе это у нас штык немецкий карабину к 98 указал ну сам ящик под патроны ну вот в принципе неплохой блиндажик вновь было интересно копать наслаждаться находками время провел прекрасно и погода шептала сейчас уже мороз начался так ну всем удачи до встречи будут еще блин даже советский подсумок на полу шептала в баку шептала в морозу шептала в морозу шептала в морозу Субтитры сделал DimaTorzok Все в сборе, пустой, без патронов был На полу лежит самодельная рюмка из немецкого патрона Так называемый дринк Развальцовано, довольно-таки мощно и аккуратно Рюмашечка Как раз побухивали Немецкая пряга от ремня поясного Вермахтовая Ремень, значит, разрезали Куда-то на свои нужды наши солдатики, видимо Так, что-то я смотрю, она желтенькая Так-так-так, это у нас даже, это не вермахт Это у нас Вейма Скорее всего, да Какая она, Мельхиор, да? Год Митунц Веймарских времен Ясно моем Тоже приятно Свастики никакой нету Все целое работает сходу даже Вилочка, шикарно Показалось два советских шлема Один шлем раздавленный, расколотый Лежал на уровне, ну, под полом А на нем стоял вот этот вот столб какой-то Или табуретка, или столб был сделан на этом На пне на этом Рядом лежит вот еще один шлем советский Начал этот поднимать, он в краске Я его помою, потом покажу Ну, тут, оп И такая неожиданность Под шлемом Под шлемом лежит Кружка алюминиевая Немецкая, от фляги Но ручек У кружки нету, да? Надо будет клеммишко посмотреть Помоем, посмотрим Так Прямо в шлеме она была Ну, форма целая Вроде бы Только ручек нету Ага Ну и тут, да Крепление Это вот Ушко Под ремешок Тоже оторвано Ну так Замечательный внутренний Сохран тоже Хороший Я так понимаю Даже Краска Присутствует Что ли На кружке Она ни разу На костре Даже не стояла Угу У меня уже В полном разгаре Весна Дождь пошел Все тает Да Хуже нет Копать ямы Во время дождя Все рушится Намыл первый шлем Советский Присутствует Такой Где окрас Но к сожалению Он Весь поколотый В трещинах Держится на честном слове Металл там Из-за этих трещин Но с места Сдвинул Второй шлем Тоже трещины Но меньше Этот получше Сохранился Да Уже во втором Блиндаже Нахожу Советские Наши шлемы И грунт Их Просто Давит Напрочь У немцев Сколько поднимал Намного реже Качественнее Металл У шлемов К сожалению Вот так Качество Железа Этого Тинц-тинц Так Ну здесь Или вообще Откололся Кусочек Звезд Не наблюдаю На шлемах У меня Еще одна Находка Это Пряга Но она Железная Понял Там ремень какой-то Или хлястик Кожаный Не дает идти Сейчас буду Раскапываться С язычком Пряшка Железная Но должен быть Сохранчик Кожа-то тоже У нее Шикарная Сохранилась На этой пряге Штыкнож Немецкий Вот Лезвие Торчит У него Лежит Он Вот Печка Печка У немцев Добротная Была Это там Внизу Поддувало Такое Большое Здесь Еще Была Полусгнившая Дверца Металлическая Я ее Убрал Довольно Таки Высокая Печка У них Получается Была Постарались Сделали И вот Лежит он Рядом С печкой Здесь На полу Швак Был Угольный То есть Поддувало Все это Стопки Очищалось И Видимо Скорее всего Штык Использовали Ковыряться В углях Такое Пару раз Я встречал В блиндажах Находил Так вот Испорченные Немецкие Штыки Бакелитовые Накладки У него Ну Вот Он Сейчас Здесь Даже Есть Места Сразу Вижу Что Очень Даже Хороший Металл Ну Сейчас Посмотрим Не знаю Поглядим Что я говорю Он Не на самом Деревянном Полу Был Возле Печи Шлак Этот Угольный Патрон Тут Всякий Хлам Был Могло Повлиять На Сохранность Штыка Ну Тем Не Менее Это Находка Я Почищу Его Чуть Попозже Покажу Вот Видите Здесь Вот Часть Лезвия Она В Сохране Закупоренная В этой накипи Глиндажной Может Чего И выйдет Интересного Потому что Я тороплюсь С выводами Так В принципе Вот Идет Все Такой Страшненький Кажется На первый Взгляд Ну Поглядим Все Докопал Проход До ступенек Взял Тоже Обзор Наших Находок Так Ну По советам Два Шлема Советских Краска Присутствует Но Все В трещинах К сожалению Диска Дегтярева Пустой Мыльница Дно Склеило Мыльницу Вторую Половинку Так Зубная Щетка Тут Литература Советская Тоже Была Ложка Алюминиевая Израсходованные ИПП Попадались Подсумок Двухсекционный Кое-какие Ремешки Тоже По советам Были Но Рубленные Все Резаные Подсумок Второй Кошельком Лопата Бойца Была Здесь Какие-то Что-то Нацарапано Было Здесь На черенке Так Акумуляторные Батареи Также На печке Был Ящик Из-под Гранат Немецкий Но Тухлый Видимо Он Перегревался Там Поэтому Железо Все На прочу Шло Дальше По немцам Разного Рода Бутылки Простые Из-под Вина Там Еще Чернильница Маленькая Бутылочка Ложка Вилка Железная Но Присутствует Да Краска Клеймо На 1941 Кружка Алюминиевая В перекрасе Кисточкой Перекрашивались Подтеками Она Я Подобном Окрасе Немецкий Котелок И Крышку От Котелка Причем В разных Местах Находил В немецких Позициях Тоже Точно Такой В цвете Перекрас В зеленый И Тоже Вручную Перекрашивали Так Железная Пряга Почистил Так Металл Не ржавая Ничего Просто Просто Вот Такие Вот Утраты Я думаю Нормально Просматривается Хлястик Вообще Шикарный Мягкий Так На хлястике Тоже Клеймо Есть Вроде На 41 Год Делка Работает Все Крутится Все Нормально Лежала Она Перегнившей Соломе На полу Так что Сохранчик Нормальный Так Это Вот Тоже Нашел На входе Треугольник Нашивка На рукав Да Вроде бы У немцев Была То ли Звание Что там У них Было Тоже Типа Галочки В треугольнике Не знаю По этой теме Не силен Так Дальше Кусок Ребня Вермахтового Немецкого Остальное Не нашел Возможно Наши Солдатики Куда-нибудь Использовали Для своих Нужд Так Пыльнички На стволы Две Рюмки Дреньки Дальше Колышек Заземления Был Алюминиевый Зеркальце Это вот такие Соединительные клеммы Керамические Тоже Была найдена Вторая Где-то Тут На проводе На одном Уже Соединена Так Вторая Пряжка Мельхиоровая Веймарская Прекрасное Состояние Слегка Так Он Естественно Носил Пёрышки На брюшки Подзатёрты Ну Шикарный Такой Вид у неё В патине Временной Всё работает Всё чётенько Сразу Сходу И начал Работать Без проблем Так Два Кошелька Таких Пустых Патроны 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 Щелочницу Разбил Также По отдельности Находил Вот Все эти Принадлежности Для чистки Девяносто восьмого На озеро Так Это у нас Испачкал Это у нас Вот Тоже Воронение Практически Весь Корпус Ножен покрыт Воронением Тоже так Сохранился Но вот здесь Он видно Сброшен У него был То ли осколочный То ли что Но не я Это не щупал Потому что Лежал на полу А помню Сверху Ещё там брёвна Были Так что Это в те времена Было Даже Номер Есть Всё чётко Почистились Хорошо Только есть Вот трещина Да Так Её вот Одна Ещё где-то Под восстановление Так На реставрацию Дальше Штык был У печи нашёл Вот я его почистил Поскоблил Всё быстренько Отвалилось Номер другой Никак умножен Непарный Получается Посмотрел я Вот так Балюмини Голый металл Тоже есть Чуть-чуть Воронение Ну конечно Пострадало Лезвие У печи было А так он Да На твёрдую Троечку Нормальный Такой штучок Тут же В лесу Почистил Кнопочка Работает Так Дальше Тун-тун-тун-тун Всё посмотрели Ну и вот Кожаная Такая вот Деталь От сумки От какой-то Тоже Вермахтовая Вот Как бы всё Такой вот Блиндаж Жили немцы Ушли Пришли наши Тоже жили Было интересно Разного Барахла Так И нашего И немецкого Поднакопалось Для разнообразия Прикольно Сломалась Наша Помпа Бывает Лопатами Тоже Хорошо Тело Спорится Нормально Часть крыши Оголилась У нас тут Бутылка С пробкой Слушай Да Целая Я же было Засомневался Свинчиком Слушай Да Желтенькая Чё-то С пробочкой Наверху Блиндажа Было Такой Штовчик На дне Блиндажа Показался Козырёк Каски Первоначально Надеялся Что Наша Холхинголочка Потому как козырёчек Довольно-таки Большой Был А вот Подраскопав Немного Вроде как Немец Немецкая Каска Да Вроде она Вальц Идёт А уж Обрадовался Думал Холхина Сейчас Поднимем Не Нифига Ну чё Тениска Да Потихонечку Обкопай Тут я Сделал Сейчас Я тебя Засниму Весь этот Процесс Рогач Да Копать Повернись Боком Вот туда Кстати Вот это Связло Так Связло Ну ещё Вопрос В каком Он сохранен Ну По крайней мере Рога Есть Рогач И мы В В Двухстах Метрах От дороги Ребята Вот так Немножечко Ко мне Вот так Рисклеиваем Фамер Тут С вентиляционными Целыми Да Охренеть Как у тебя На ощупь Ты как Он Это так Вроде Крепкий Средненький Наверху Где В симке Что-ли Был Да Нет Вроде Как Нормально Крепкий Охренеть Ну не убитый же Это главное Вещь Вещь Реально Приятная Находка Ребята Сильно Сильно Отмылось Ну Я думаю Да Неплохо Посмотрим Вот эти Вот эти Залипушечки Где Где Орелик Декаль И И с той И с той стороны Тоже Это очень редко Бывает Встречается И сохран Твердая Четверка Смотрите Все В окрасе Единственное Да На макушке Трещина И сбоку У него Трещинка Но Это Все Ерунда Да Вот она Трещинка Здесь Влия Лопатой Дал Так Пока Копал Сильно Ударил Просто Радует Отличный Отличный Экземпляр Здорово Рогач Ленинградский Фонд Ребята Копаем Дальше К Хабар Да Туда К Остальным Наход Не знаю Баночка Выскочила Да С надписью Ленинград Сло Это Что там На дне Да Да Вот Ленинград Так написано Это Масло С Что Быть Масло Сбыть Ри Нет Видишь Тут Я-то Отсюда Начал Читать Понимаю А тут Еще Что-то Написано Ну В общем Масло Было Ну да Масло Сбыт Так написано Как-то там Что-то Еще Так Белая Посуда Чешка Давай Не знаю Очень похоже Люфтваффе Дай боже Давай чеша Чешка Ребята Чешка Это Гражданская Бли Фу Блин РКК Вещь Супер Супер Пусть не вермахт Но зато РКК А это Ничем не хуже Просто круто Да, да, да И живая Все Отлично Самой ручечки Нету Что-ли Отбито Да Похоже Вообще Без ручечки Шла Как Стакан Да А Сахарница Да Это Вторая У меня Какаш Нехерня А то Видишь Обиды Все Бывает А теперь Вот Пошли Наход Да, да, да Добрый Стал А виделся На нас Этот Зарагач Рагач Конечно Там Рагач Сдэшный Сто процентов Смотри Еще На донышке Чайкуха Заводская Да, да, да Ну это Мста Опять Скорее Сего Что Вот Так Вот Места Да Места Все Правильно Нижнее Места Написано Смотрите Ребята Молоток Молоток И серп Здорово Это стакан Какой-то Получается Это стакан Да Питьевой Они такие Бажные На вес Золото Кто Не видит Пока Копает Я Потрогаю Так Ну а теперь 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 Потому что Мы здесь Накопали Не густо Не пусто Начнем С мелочи Погода Отвратительная Так Было Хорошо С утра Теперь Дождь Снег Все Тает Мокро Сыро Так Бутылки Бутылки У нас Тут Мечуковские Цветлинка Провода Всякие Предохранительный Колпачок Платонный На снаряд Насос Был Такой Вот Велосипедный Да Уже Да Уже Так 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 Еще Бутылка Такая Интересная На 600 Грамм Надписей Нету Только Цифра На дне Так Рядом С блиндажом Это Выстрелы Осветительные Патроны Ракетницы Три Штуки Было Красные Тут Белые Есть Так Кисточка Такая С охране Вовки Попалась Вот Это От пенала К 98 Ключок Это у нас Заглушка Тоже Как пыльничек Да Как он правильно Называется Надурник Да Там Этот 98 Карабин Так Паршивый Сокран Как факт Отражатель От фары Попался Автомобильный Возможно Ручка Латунная Такая Ложницы Так Называем Вонючки Так Какой-то Кожаный Ремень Тут Кожинка Это Наверное От подтяжек На штаны Возможно А возможно Возможно Какой-то Хлястик На сухарку Не помню На сухарку Вроде Другой Да Это Очень похоже Да От подтяжек Что-то Вроде Зацеп С Игрек Портупеи Был Найден Такой Вот Колышек В брусвере Блиндажика Был Обнаружен Так Такая Вот Ампулка Даже Прищепка Деревянная Была Так Так Это все Мелочи Так Обидно За стакан Третий Стакан Был Чудовского Завода Восстание Так Что было Интересно Вот Дениса Так Это Латунная Противогаза Деталька Кемецкому Дениса Попались Вот такие Три домца От бутылок Да Интересные Мы предполагаем Что это у нас Какие-то пепельницы Были Скорее всего Да Бутылок не было Вообще Да Ни битого Рядом стекла Ни бутылок Ничего Такие вот Три заготовки У немчиков Были сделаны Одна вот такая Интересненькая Мады Инфранция Вот так Бутылка Вела из Франции Сюда привезена Пойла Манчуковская Бухали Рукодельничали Пепельки себе Делали Из стекла И вот их Именно Вот так Два таких Донца Одно вот такое Уже Поменьше Есть такая Бутылочка Да Тоже так Вырезано Аккуратно Ровненько Заготовочки Были Так что У нас Деревянный Ящик был Скорее всего Наш Советский Один ящик От полтинничков Немецкому Миномету 50-мм Тухлый был Сковородка Такая Тухлая Попалась Так Ящичек Ящичек К немецкому Миномету 50-мм В сохране Пустой Без выстрелов Так Намыли Ручечка Деревянная Все Такой вот он Такой вот он В сохранчике Очень приятный Очень приятный Так Баба Данесете Сделал Так Вообще Все новенькое Хороший экспонат Сидиска Доволен Доволен Говорю ты Доволен Хороший Ящичек Что ты Хочу не положить Нести Туда Так Вот Такие ящички Уже по верхам В таком сохране Уже давно не найдешь Если встречаются То Тухля Поэтому Приятная Находка И Каска Немецкая Касон Шлем Кто как Челун Нечистый Для нас Каска Немецкая Рогач Глуби Калочка Тут как-то Она Кривенько Посажена У них Была Да Декаль С правой стороны И тут Тоже Декаль С ореликом Была Такое ощущение Что двойной Окрас У них Какой-то Был На маковке Трещинка Ну Такая Вот Сейчас Дэнс Лопнула И вот Да С этой стороны Вот Трещина Ну С обратки Тут Просматривается Что-то Я так Не пойму Фильдграу Что-ли Что за Крас Такой Синеватый Коп У нас был Мокрый Довольный В центре Этого Блиндажа Поднял Три Советских Шлема Первый Второй Третий Все Колоты Раздавленные Грунтом Трещины Это вообще Раздавленный Такой-то С подшлемником Три части Подшлемника Внутри Шлема Ну Ну И тут же Еще Один Четвертый Советский Шлем В немецком Блиндаж Это позиции Переходящие А этот У нас Как-то Странно Даже Уцелел Нету Трещин На нем С подбородочника Но тут Сгнил Подшлемник Тут сгнил Ремешок Сгнил Подшлемник Ночью Ударил Сильный Мороз С утра Было Минус Двадцать Пять Весь Мой Свежевырытый Грунт Промерз Нахрен Еле Удается Раздолбать Этим Копанным Немецким Павуном Но Потихоньку Борюсь Тут уже Пошло Продолжение Находок Магазин К советской Самозарядной Винтовке Токарева Она же СВТ Тут даже Номер Вроде как Просматривается На магазине Пустой Без патронов Железо Вроде ничего Блиндажный Сохран Продолжают Эти Моточки Проволоки Резаная Кожа Я так Предполагаю Это Скорее всего Конина Седла Элемент Кожи Разрубленный Использовали Немецкий Блиндаж В 43-м В 43-м году Немцы Ушли Скорее Всего Так Было И наши Бойцы Заселились Потихоньку Здесь Воды Набралось Разбиваю Колуном Тут Замерзшую Глину Тут Еще Находка Это У нас Подвес Кожаный К немецкому Штык-ножу На полу Валялся По сохрану Ничего Не могу Сказать Еще Не осматривал Тут У нас Клепочки Вроде Былатунные Стоят Желтенькие Такие Ничего Вроде В этом месте Сыроват Блиндаж Посырее Чем Там У печки И у кожи Сохранчик Такой Неплохой Дальше Копал И Вот У нас Показался Немецкий Газбак Скорее Всего Крышка Или Открыта Или Оторвана Хлястики Кожаные Присутствуют Сверху И снизу Тут Еще Такое Состояние Как видите Краска Присутствует Лежит Лежит На полу Но Правда Под ним Всякая Хирота Так Это наверное От него Что ли Алюминиевая Пряжечка Да Это Тоже От основного Ремня Какой Он у них Был Брезентовый Тоже Такие Заклепочки Зацепики Так Крышка Сбоку Такая Вот Находка Такой Я скажу Даже В принципе И не Чешечный Сейчас Намыть Внутри Пустой Из Алюминиевой Фольги Вставка Присутствует Нормальный Газбак Не прогнил Намыл Единственное Вот она Эта защелка На пружинах Пока намывал Развалился Корпус На две части Но я отложил Нашел Я думаю Это Реставрируемо Этих крыш До хрена Так Вот эту Я еще Не открывал Так Здесь Внутри Еще Намывать Очень Даже Достойный Газбак Для коллекции Номер И не только Номер Сохранился Так Но это Я не буду Закрывать Ломать Сейчас Кожинки Все тут Присутствует И Он еще И Подписной Знаем Имя Хозяина Да Газбак Тут Приятная Бутылка Ликер Штовчик Такой С толстого Стекла Тоже Не так Часто Попадается Но Попадаются Они Иногда Вроде Французская Не помню Целая Вроде бы Так Пока Целая Даже Пробка Родная На ней Стоит Прикольно Перерыв Такой Между Снегопадами Короче Не дает мне погода Доделать Блиндаж Блиндаж Интересный Сыпет И сыпет Заваливает Короче На сегодня Я Остановлюсь Сделаем Обзорчик Накопанного Буквально На двух Квадратных Метрах Барахла Всякого И советского И немецкого Так У нас Здесь Шлемы Советские Было Их Четыре Штуки Один Раздавленный Вот Три Таких Вот Целых Более Менее Косончики Нашинские Хрупкие Конечно Фольга Отчего Они только Спасали Так Дальше Лопатку Видели Немецкую Черенок Подписной Так Бутылка Мороз Все Морозит Сразу Еще Бутылки Разные Возможные Наши Немецкие Под минералок Количестве Короче Консервы Батареи Разные Проводы Провода Разной Толщины Медные Толстые Красные Стандартные Консервы Гильзач Тут Кожина Какая-то Консервы Советская Кружка Дырочка Сквозная Над ней Есть Все-таки На ней Патрончик Папышевский Так Тут Тут Все Вот я говорю То ли Связисты Сидели В нем В керамической Оболочке Что-то Такое Вот еще Было Найдено Лампу Да Это Приемник Передатчик Так Тут Что-то От тубуса Какого-то Алюминиевого Так Колышки Два штуки Было Алюминиевых Более-менее Сохранчик Так 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 Вот тоже Попалась Целлулоидная Такая коробочка Из-под мыла Но она более Такая прочная Мне кажется Это все-таки От нашей мыльницы Нижняя часть Возможно Может быть Ошибаюсь У немцев Она помягче Ее Выкручивает Со временем Сколько раз Откапывали Они все Какие-то Буквы Зю Скукоживались От времени А это Вот Наших Вроде Попрочнее Может Ошибаюсь Может Немецкая Ну так Так Как В этом Блин Даже Были Немцы А потом И наш Кто его знает Тут Такая Вот И гусенька Попалась Тоже Четная Крышка Котерка Тюбики Протекс Какой-то Тюбичек Клорница Лампочка Освещение Было У них Так Ну это Вот та самая С Орлом Батарея Так Подвес Кожаный К штыку Ну Клема Я Не наблюдаю Может Надо Что-то Подсохло Тогда Вылезет Опять Патроны Немецкие Так Подсумок К сожалению Уставший Немецкий Клемишка Даже Тоже Подсожрано В овале Что-то Там Написано Гельзач Немецкий Артиллерийский Тут Кожинка Возможно Тоже От подсумка Так Что еще Бутылки Бутылки Шампул Подбородочник Немецкий Шлем Ну здесь Это вот Такая Деревянная Рама Патроны Патроны Зацепчики Вот У меня Попалась Клемы Такие Крышка Рядом С ними Была Тоже Связь Наверное Какая-нибудь Чукотская Так Ну-ка Не примерзл Пока Так Ну Что у нас Еще Бутылки Ну и Газбак Только Защелочку Я поломал Пока Мыл Еще И Валенок Примерзк Валенку Треть Смотреть Газбак Коштык Тря Так Оказывается Это дело Такой Хломец Блиндажи Вроде Еще Сигналы Идут Там Мне Еще Копать Как Минимум Половину Его Что Там За Хлам Такой Еще Остался Валенка Столько